В эфире тема дня. С вами Данил Чиненов и Анжела Маркевич. Здравствуйте! Сегодня 24 марта. В этот день, в 1959 году, на петрозаводских кухнях появился газ. Со временем и многие хозяйства Карелии ощутили на себе преимущество газификации. Ее начало зафиксировала хроника. В Петрозаводске появились не совсем обычные машины, автоцистерны с жидким газом. Началась газификация столицы республики. В первую очередь топливо подается в жилые дома. В некоторых квартирах уже установлены новые плиты. Для хозяек это большая радость. Газ позволит сэкономить и время, и труд. К концу семилетки газ получат 20 тысяч квартир Петрозаводска. Жиженный углеводородный газ жители республики до сих пор используют для работы кухонных плит и колонок, нагревающих воду. Но в последние 20 лет в Карелии активно внедряется другой газ – природный. Старые резервуары для хранения жиженного топлива убирают из дворов. Современный природный газ поступает в квартиры прямиком по трубам. Это безопаснее, экологичнее и дешевле. Коммунальные счета уменьшаются в разы. Было приведено на природный газ в республике до прошлого года порядка 100 предприятий республики. Газифицировано 29 населенных пунктов в Кондопожском районе, в Пряжинском районе, в Оланецком районе и, соответственно, в Прянижи и сам, естественно, город Петрозаводск. Газовые трубы в дома проводят в рамках капитального ремонта или плановых работ. Для распределения топлива строят специальные сети, а новостройки нередко сразу подключают к газу. В этом году вступили в силу поправки в федеральный закон. В частности, материнский капитал будет предоставляться уже при рождении первого ребенка. Как теперь это работает? Сколько денег получают семьи, в которых случилось пополнение? Мы разобрались на примере конкретных родителей. Подробности у Марата Дожидаева. Для Андрея и Надежды Косоговых февраль месяц особенный. 12 числа в их семье родилась двойня – Дмитрий и Виктория. Супруги знают, что им полагается государственная поддержка, поэтому Надежда уверенной походкой направляется в пенсионный фонд. Для того, чтобы оформить материнский семейный сертификат, необходимо предоставить паспорт СНИЛС и свидетельство о рождении всех детей. Двое детей и свидетельство о рождении тоже два. Надежда подготовила все необходимые документы. Надежда Сергеевна, вам необходимо проверить заявление и поставить галочки с этой подпиской. Надежда Сергеевна, ваша расписочка, уведомление о том, что заявление от сегодняшней даты принято, по срокам в течение 15 рабочих дней примут решение, отправят уведомление по адресу практического проживания, после чего можно прийти и забрать готовый сертификат. Дмитрий и Виктория родились в феврале 2020-го. В связи с новыми поправками в федеральном законе, которые были приняты в этом же году, сумма материнского капитала существенно изменилась. Теперь родители за первого ребенка получат 466 617 рублей, а за второго материнский капитал будет дополнен на 150 тысяч рублей. С этого года внеслись в поправки, внеслись изменения. Как вы их оценили? Ну это замечательно, потому что появилось больше возможностей, сумма материнского капитала увеличилась, соответственно, больше возможностей, чтобы его потратить с умом, с толком. А есть уже какие-нибудь планы, перспективы, куда эту финансовую поддержку, так сказать, направить? Ну в связи с тем, что у нас двое детей, то мы, конечно, планируем потратить сертификат на улучшение жилищных условий, на расширение площадей. Семья Косоговых получит материнский капитал в размере 616 617 рублей. Теперь на очереди не менее важная задача – выбрать занятия для сына и дочери, когда те подрастут. Ну, пойдут обязательно в музыкальную школу. Муж хочет отправить сына на борьбу. Я думаю, может быть, на лыжи. Девочку. Пока не знаю. Ну, музыка, естественно, может быть, танцы, может быть, спорт какой-то. Еще они маленькие совсем. Что им будет нравиться? Будем смотреть, как они будут развиваться, чем будут интересоваться. Будет все от этого зависеть. Ну и главное – от вашей поддержки смыжу, да? Ну, это естественно. И финансовая в том числе. В марте подписан федеральный закон, который вносит ряд очень важных изменений в программу материнского капитала, направленных на поддержку семей с детьми и улучшение демографической ситуации. Закон вступил в силу 12 марта. Подробнее о всех нововведениях расскажет Ольга Пуенин, начальник отдела социальных выплат отделения Пенсионного фонда России по Республике Карелия. Ольга Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о новшествах в части материнского капитала. 1 марта 2020 года подписан федеральный закон, которым вносится изменения в наш действующий 256-й федеральный закон, в котором предсмотрены дополнительные меры государственной поддержки для семей, родивших детей. И вводится норма, которая утверждает то, что с 1 января 2020 года появляется новая категория семей, в которых может возникнуть право на дополнительные меры государственной поддержки. В частности, появляется новая категория лица. Это женщины, у которых родился первый ребенок, либо был усыновлен начиная с 1 января 2020 года. И мужчины, которые являются единственными усыновителями и ранее не получали право на дополнительные меры государственной поддержки, решение об усыновлении вступило в силу с 1 января 2020 года. Проясните новые цифры маткапитала на первого, второго, последующих детей. Они ведь поменялись. Серьезно. Цифры поменялись. То есть в связи с рождением первого ребенка сертификат выдается в размере 466 617 рублей. В связи с рождением второго ребенка сумма сертификата увеличивается на 150 тысяч и будет равна 616 617 рублей. А как быть тем семьям, которые родили второго ребенка до вступления изменений в силу, до их введения? То есть будет ли им доплата? Нужно ли им обращаться снова в пенсионный фонд, чтобы какую-то эту доплату получить? И много ли вообще таких семей? На самом деле обращаться к нам с заявлением о доплатах не требуется. А пенсионный фонд в автоматическом режиме всем осуществит до начисления 150 тысяч на лицевой счет, кто уже успел обратиться, с заявлением на сертификат. То есть доплата все-таки будет? Доплата будет, но обращаться не надо. Новый сертификат выдаваться не будет. То изменения лицевого счета можно уточнить на сайте пенсионного фонда в личном кабинете. То есть мама может самостоятельно сформировать справку и увидеть, что размер средств увеличился до 616 тысяч. В послании федеральному собранию Путин говорил о сокращении сроков, в течение которых фонд рассматривает заявление о предоставлении, о распоряжении средствами от капитала. В общем, какие изменения предусмотрены в сроках здесь? На самом деле федеральный закон номер 35 вносит изменения в сроки рассмотрения, как заявления о выдаче сертификата, так и распоряжения. Но сразу хочу отметить, что данная норма вступает в силу с 1 января 2021 года и сроки сокращаются при вынесении решения о выдаче сертификата до 5 рабочих дней. Что касается заявления о распоряжении, то срок будет сокращен до 10 рабочих дней. Если говорить о направлениях, на которые материнский капитал направляет, какие изменения в этой сфере и куда вообще до этого предпочитали карельские семьи тратить деньги? Что касается направлений, на которые мама может подать заявление по распоряжению средствами, то они остались, как и прежде, их всего 5 направлений. Самое распространенное у нас в республике направление, как было, так и осталось, это улучшение жилищных условий. Но вместе с тем с 1 января 2020 года мама активно подает заявление на ежемесячную выплату. Например, если в 2019 году у нас за весь год было принято 843 заявления, то уже на 1 марта 2020 года 433 заявления. А вот про жилье. Материнский капитал теперь вроде бы можно потратить на строительство жилого дома на садовом дачном участке. Раньше такое возможно было только на участке под индивидуальное жилищное строительство предназначенным. Так ли это? Это правда? И если да, то какие условия должны быть соблюдены, чтобы построить на даче дом жилой? Прописана норма, которая разрешает строительство либо реконструкцию индивидуального жилого дома на земельном участке, предназначенном как для индивидуального жилищного строительства, так и на землях, предназначенных для садоводства. То есть главное нам предоставить правоустанавливающий документ на земельный участок и разрешение на строительство, либо уведомление о намерении строить индивидуальный жилой дом на данном земельном участке. Законом от капиталя действует уже 13 лет, насколько я знаю. Давайте, прежде чем продолжим, посмотрим, как это все начиналось. Программа материнского или, как еще говорят, семейного капитала вступила в силу в январе 2007 года и была рассчитана на 10 лет, но реализуется в нашей стране уже 14-й год. Первоначально сумма материнского капитала составляла 250 тысяч рублей и использовать его можно было по трем направлениям – на улучшение жилищных условий, образование детей и накопительную пенсию мамы. За годы действия закона о материнском капитале постоянно совершенствовался. Сегодня размером от капитала составляют 466 тысяч 617 рублей, а число направлений его использования выросло. Теперь эти деньги можно потратить, к примеру, на реабилитацию детей-инвалидов или получить ежемесячную выплату. Изменились и требования к срокам использования капитала. Сейчас им можно воспользоваться сразу после рождения второго ребенка. За 13 лет реализации программы о материнском капитале больше 41 тысячи карельских семей стали обладателями сертификатов. Ежемесячная выплата тоже появилась не сразу, не с 2007 года, а чуть позже. Изменились ли условия ее получения сейчас и какова сумма? Начиная с 1 января 2020 года, вступил ли в силу изменения в 418 федеральный закон, и теперь право на получение ежемесячной выплаты имеют семьи. Средний душевой доход на каждого члена семьи, в которых не превышает двухкратной величины прожиточного минимума. То есть на сегодняшний день в республике Карелия это 30 534 рубля. То есть если в 2018 и в 2019 годах, то эта величина была ограничена полуторакратной, величиной прожиточного минимума. Сумма вы этой выплаты какая? С 1 января 2020 года сумма ежемесячной выплаты равняется 13 167 рубля. А раньше в прошлом году какая была сумма? В прошлом году 12 330 рублей. Опять-таки, начиная с 1 января 2020 года, изменились еще условия о том, что ежемесячная выплата может быть получена мамой до достижения второго ребенка трехлетнего возраста. То есть если на 2019 год это до полутора лет мы платили, то теперь эта программа продлена и выплаты будут положены до трех лет. За эти три года не выберется весь материнский капитал, если каждый месяц по 13 тысяч, а станется что-то? Скажите, если вернуться к материнскому капиталу, изменились ли как-то условия подачи заявления на получение самого сертификата? Начиная с 15 апреля 2020 года у нас вступает в силу норма 35-го федерального закона, которая говорит о том, что с 15 апреля сертификат будет выдаваться в проактивном режиме, то есть в инициативном порядке пенсионный фонд, получив сведения из ЕГРЗАГС, информацию о рождении ребенка, будет выдавать сертификат. При этом хочу отметить, что право мамы обратиться в территориальный орган с заявлением, оно не исключено. То есть в том случае, если сертификат не выдан автоматически, мама может прийти и написать заявление. Но условия сильно упрощаются, я смотрю, а вот для того, чтобы распорядиться материнским капиталом, нужно подавать заявление или тоже все автоматически как-то на выбор, например, в интернете, в личном кабинете, вот хочу в ипотеку вложить или хочу за садик заплатить? Ну, уже сейчас есть возможность подать заявление, как и на выдачу сертификата, так и на распоряжение через личный кабинет и через единый портал государственных услуг. Но, опять-таки, федеральным законом 35 ФЗ, внесены изменения, которые предусматривают возможность мамы написать заявление, в том случае, если она хочет погасить кредит, либо направить средства капитала на первоначальный взнос при получении кредита, написать заявление через кредитную организацию. То есть, подавая заявку на одобрение кредита, уже сразу банк будет направлять информацию в пенсионный фонд с запросом о том, имеет ли мама право на сертификаты, какой у нее остаток средств, в том случае, если она получила его. И при одобрении кредита, подписании, то банк уже будет передавать в территориальные органы пенсионного фонда заявление о распоряжении с пакетом документов, которые необходимо предоставить в территориальный орган в соответствии с нормативной базой. Но для того, чтобы этот механизм начал работать, необходимо подписать типовые соглашения между отделением пенсионного фонда и кредитными организациями. На сегодняшний день типовая форма соглашения находится на регистрации в Минюсте. Но мы уже со своей стороны получили от пенсионного фонда указание о том, что необходимо начать работу по заключению данных соглашений. И сейчас готовятся соглашения для направления в кредитные организации, для подписания. Но банки уже в курсе, да? Да, совещания с крупными банками уже проведены. То есть ждут соглашений, форматов, по которым мы будем вести обмен. Все согласны банке на такую услугу? На этом мы сегодня закончим. Ольга Александровна, спасибо за ликбез по материнскому капиталу. Эфир была тема дня, ее ведущий Данил Чиненов. Янжела Маркевич, всего доброго. До свидания.